И этой бандурой вела съемка на обычные кассеты VHS. Потом только появились маленькие уже компактные камеры с компактными видеокассетами. Этого на тот момент, когда идет война в Абхазии, этих вещей еще нет. Выходит, что Аллах не допустил вашей независимости, тогда может не надо говорить, иншаллах будем свободными и все в этом роде. Наоборот, надо, надо уповать на Аллаха. Томзо, не мог бы объяснить, какими идеями вдохновлялись Басаев и те, кто с ним воевал в Абхазии? И вообще высказать свое видение, Баркал? Да, без проблем могу, я могу точно сказать, какими идеями вдохновлялись. Это была идея свободы для Кавказа. И любые народы, которые просили, хотели этой свободы, у нас считали необходимым помочь этим народам. И ситуация в Абхазии, она нарисовывалась для нас таким образом. Народно избранный независимый президент Грузии был, значит, Россией изгнан. На его место посадили марионетку российскую в лице Шеварнадзе. То есть, вы так понимаете, как это виделось для всех на Кавказе. Что это Россия, значит, не хочет отпустить Грузию. И они посадили там своего человека, свою марионетку. И теперь вот этот небольшой островок свободы, значит, Абхазия, его они тоже не хотят отпускать. Поэтому нужно Абхазам помочь, так как они не свободу от Грузии хотят добиться, а они свободу от России хотят добиться. Нас очень сильно развели там. Это на самом деле была очень грамотная, конечно, игра российских спецслужб. Очень-очень грамотная. В конечном итоге мы видим, что с этого получилось. Грузия, наоборот, свободна. А Абхазия, это не Абхазия, это Россия. Поэтому, да, это была, конечно, великая ошибка. К нам тогда приезжали из Абхазии два или три человека. По нашим каналам они там очень сильно нас просили оказать поддержку. Причем это были... Эти Абхазы, они в основном не мусульмане, но там есть какая-то часть, которые мусульмане. И вот это приезжавшие к нам, это были как раз мусульмане, которые чуть ли требовали поддержки. Это все описывалось, что вот мы точно так же, как и вы, хотим свободы от России. А они вот там, значит, в Грузии не дали уйти. И теперь они и нас не хотят отпускать. Это так представлялось. И надо понимать, что на тот момент это было очень убедительно. Потому что Гамсахурдия действительно находился вообще у нас в республике, в резиденции Джохара, вместе со своей семьей. Обратно он туда вернуться не мог. Он потом вернулся и, кстати, был... Ну, погиб он на территории Грузии. Там разные версии, как он погиб. Он боролся, продолжал бороться за свою власть. В общем, вот так мотивация была. Такой результат мы с вами тоже видим. Из этого, я думаю, из того, что я сказал, мое отношение к этому вы тоже понимаете. То же самое касается различных провокаций, которые были тогда ученины в Абхазии. Это вы знаете, сейчас нет ничего странного в том, что мы с вами видим очень много видеохроники с полей сражений. Потому что сегодня у каждого в телефоне... Во-первых, у каждого есть телефон. И в каждом этом телефоне есть видеокамера. Просто снимаем, скидываем. Есть интернет, все это есть. Поэтому сейчас молодежь даже не поймет то, что я хочу сказать. Но тогда, в начале 90-х, видеохроника с полей сражений – это очень сложная вещь. Это огромный вот такой чемодан, на котором было написано Panasonic 3000, а потом появилось 9000. Это была вообще крутая камера. Она как базука, эта камера. Вот этот чемодан так открывался. Оттуда доставалась эта камера. У нее специальная была такая выемка. Ставилась эта камера на плечо. Тогда я не помню вообще штативов, ничего подобного. Вот так вот на плечо ставилась эта камера. Вот такая огромная бандура. И этой бандурой вела съемка на обычные кассеты VHS. Потом только появились маленькие уже компактные камеры с компактными видеокассетами. Этого на тот момент, когда идет война в Абхазии, этих вещей еще нет. И вот вы представляете, тогда как-то умудряются снимать какие-то два чувака, которые приезжают с этой огромной камерой со стороны Абхазов. И они умудряются заснять каких-то чуваков, которые над убитым грузином надругались. Что-то там с его вот этой известной истории про то, что там головой играли в футбол. Что это, если не проработанная российской спецсурой провокация? И после этого они снимают вот эту тему, это выбрасывается, и после этого пропадают. И эти люди, и эта камера, все это пропадает, понимаете? Надо отдать должное. Они именно вот эту вот Абхазскую операцию российской спецслужбы провернули грамотно. С плохой стороны, конечно, но грамотно. Они умудрились развести нас всех, причем там посеять очень мощную вражду между Абхазами и грузинами, которая теперь очень сложно будет ее преодолеть. Втянуть туда еще нас, там другие народы с Северного Кавказа. Очень грамотно проделанная провокация. Неудача была, потому что мы не очистили свои ряды от лицемеров. Это относительно того, что мы оказались в оккупации. Ну, один из, одна из причин может быть. Но я думаю, что нет, ошибка, основная ошибка не в этом. Основные ошибки совершенно в других вещах. Обесценивание крови, я думаю, первая ошибка, которую не прощает Всевышний Аллах, это обесценивание крови. Слишком легко относились к крови. И я бы не хотел вдаваться в подробности. Это все-таки наш такой внутренний, внутричеченский вопрос, который мы... Для этого я создал отдельный канал, на котором мы будем вещать на чеченском языке. Я предлагаю подобного рода разговоры переносить туда. Наши какие-то внутренние вопросы, наши внутренние ошибки, мы их будем обсуждать внутри своего народа. Нам не нужно об этом говорить на какую-то широкую аудиторию, тем самым радуя наших врагов, которые говорят на русском языке и слушают внимательно наши разговоры. Выходит, что Аллах не допустил вашей независимости, тогда, может, не надо говорить, иншаллах будем свободными, и все в этом роде. Наоборот, надо. Надо уповать на Аллаха. Свобода — это то, что гарантировано нам. Также это наша фитра, понимаете? Это то, к чему стремится любой человек, любое общество, государство, оно обязано, должно стремиться к свободе. Поэтому... Достижение этой свободы — это результат каких-то действий. Действия должны быть с правильными намерениями, и сами действия должны соответствовать Исламу. Мы не можем с вами... Вот одно из этих, если мы с вами теряем, то все это однозначно неудача. Поэтому, когда наши с вами намерения были искренними, и действия были правильными, Аллах даровал нам победу. Когда наши намерения были искренними, я считаю, да, так, я не посягаю на намерения, я считаю, что они второй раз у нас были искренними, но действия были неправильными, Аллах не дал нам победы. Пример этому есть в Сирии посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, битва при Охуде. Если кто не читал об этом, не знает, почитайте об этой битве. И это вот тоже пример того, когда намерения были абсолютно искренними, однако была совершена ошибка. И из-за этой ошибки мусульмане тогда потерпели поражение. Затем они исправили то, в чем ошиблись, и Аллах даровал им победу. Понимаете? Вот наша с вами задача сделать то же самое. Мы должны свои ошибки осознать и их исправить, если мы в состоянии, если можно их исправить. А если же это не те ошибки, которые можно исправить, то хотя бы мы, чтобы мы их не совершали в будущем. К сожалению, я сейчас, насколько я могу судить, так как я веду эту общественную деятельность, я вижу, что многие не понимают даже, они не понимают, что положение, в котором мы с вами оказались, это результат наших ошибок, они этого не понимают. И они даже говорят о многих вещах, как никак о ошибках, пытаются эти ошибки преподнести нечто чем-то правильным. Но было бы это все правильным, Аллах бы нас поддержал, Аллах бы даровал нам победу. Томсор, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что провозглашение Эмирата Кавказа было не по шариату и что он нелегитимный? Перефразируй свой вопрос, давай мы его поставим по-другому. Почему я считаю, что это было ошибкой? Я здесь не буду говорить, что это было ли это по шариату или нет, легитимно это или нет, не в этом вопросе. Вопрос там, было ли это правильно, то есть была это ошибка или нет. В этом вопросе здесь не может быть как бы двух мнений. Я придерживаюсь того, что это однозначно было ошибкой. И то, что мы сегодня имеем, то, к чему в итоге вся эта тема пришла, это как раз доказательство того, что это было сделано ошибочно. Не само, вы не понимаете, вот там есть целая череда действий. сначала объявление нового какого-то государственного образования, потом дальнейшие действия, которые были направлены не на то, чтобы легализовать государственное образование, а на то, чтобы наоборот привести это образование в организацию, а затем уже эту организацию представить террористическое во всем мире. и поэтому там не просто одна ошибка, там очень много, это череда целых ошибок, которые привели к упадку. И вообще нам нужно понимать, что все то, что не приводит к успеху, все то, что не приводит к успеху, это результат каких-то ошибок. Ведь мы с вами, люди верующие, должны быть убеждены в том, что если мы с вами имели правильные намерения и предпринимали правильные действия, Аллах не может нам не даровать успеха. Мы с этим все согласны, Аллах нам это гарантирует. Поэтому, если мы с вами где-то потерпели неудачу, значит, либо были проблемы с нашими намерениями, либо были проблемы в наших действиях. У меня нет сомнений в намерениях, но я убежден в том, что действия были неправильные и у них, и у нас тоже. То есть то, что мы сегодня имеем, оккупированное государство, то положение, в котором мы с вами находимся, это тоже результат ошибок. Это не значит, что только они сделали, а мы не делали. Мы тоже с вами делали ошибки. Мы с вами, я не имею в виду сейчас конкретно общающихся нас с вами, а я имею в виду в целом как народ, как сторонники государственности, мы тоже с вами совершили ряд ошибок, из-за которых Аллах не даровал нам успехов. Это надо понимать. И если мы с вами эти ошибки не обнаружим, их не определим, и их не исправим, если мы в дальнейшем с вами опять будем совершать эти ошибки, нет сомнений в том, что Аллах не дарует нам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok